Каждый третий наезд на пешехода происходит на зебре. При этом лишь в половине случаев в трагедии виноват водитель. Для повышения безопасности в Рязани ввели уже несколько инноваций. Одна из них – световое табло с надписью «Внимание, пешеход». Рязанская разработка установлена на трех переходах, однако не проработала и месяца. На Московском шоссе табло вышло из строя и не починено до сих пор. О результативности другой разработки судить сложно. На Первомайском проспекте сделали мерцающую подсветку зебры, однако вечером она сливается с многочисленными огнями. Однако это лишь самые центральные улицы. В спальных районах пешеходов по-прежнему сложно заметить. Вечером с нашими новыми фонарями, которые поставили в городе, пешеходов вообще не видно. Вот в темноте, неожиданно, сейчас зима. Ну, дешевле им проще остановиться самим, чем мне вот это полторы тонны остановить. Для решения проблемы Министерство транспорта России выступило с новой инициативой. Чиновники посоветовали установить приподнятые пешеходные переходы. Рекомендации они влезли в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Рязанцы отнеслись к инициативе по-разному. Эффективно, конечно. Не каждая машина перепрыгнет через такое препятствие. Поэтому вынуждены будут остановиться, я так думаю. Лучше освещение сделать на переходах. Будет эффективно, я так думаю, что будет. Но и со стороны пешеходов тоже нужно внимание, не бросаться под колеса. И так пробки в городе, а это совсем надо будет останавливаться. Ну, это как-то не очень сильно думают люди. Вопросом безопасности дорожного движения занимаются в разных странах мира. Например, в Китае установили светофор, который поливает людей водой, если они пытаются перебежать на красный сигнал. Нарушения фиксируют датчики движения. Во Франции пошли на социальный эксперимент. Нарушителей ждет свист тормозов и фотографии их лиц за секунду до столкновения. Такой урок люди усваивают на всю жизнь. Умный переход появился в Лондоне. Всю зону контролируют камеры, которые передают информацию о количестве машин, велосипедистов и пешеходов в нейронную сеть. Та, в свою очередь, рисует зебру, но только тогда, когда пешеходу действительно ничего не угрожает. В Южной Корее пешеходные переходы и светофоры оборудовали световыми завесами. Когда ехать нельзя, они создают завесу из предупреждающего света. Похожую разработку представили и умельцы из Чернигова. У рязанских водителей есть своя версия, как повысить безопасность на пешеходных переходах. И она намного дешевле. Свет отражающей ленты пешехода даже вешать. И не идти по пешеходу в телефоне не ковыряться. Чтобы была расчищена дорога. Возможно, дополнительный какой-то лежачий полицейский. Освещенность. Только освещенность. Больше ничего. И все. И как-то у пешехода уверены, в моей машине лучше, чем я. Чтобы они еще тоже повнимательнее относились к нам, особенно зимой. Галина Кудряшова, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.